Работает информационная служба РТВА и в студии Сергей Кения. Здравствуйте! Сейчас в мире. Россия идет на восток, в то время как Запад грозит Москве мировой изоляцией за ее позицию по Украине. Политическое, военное и экономическое сотрудничество России с Китаем, Индией и Ираном стремительно развивается. По мнению экспертов, начавшийся сегодня визит Владимира Путина в КНР должен, кроме прочего, продемонстрировать, что восточное направление для Российской Федерации весьма перспективно. Об усилении азиатского фактора во внешней политике Кремля в материале моего коллеги Владимира Унанянца. Шаги России в восточном направлении в последние годы становятся все заметнее. Развивая свой Дальний Восток, Москва активно участвует в региональных организациях, укрепляет и завязывает двусторонние связи. Крупнейшее событие этих дней – российско-китайские учения морское взаимодействие в акватории Восточно-Китайского моря. Они проходят на фоне визита президента России Владимира Путина в КНР. Аналитики отмечают, глава Кремля и его китайский коллега Си Циньпинь дают понять зарубежным партнерам, что лично курирует стратегию взаимодействия. И это – отражение новой геополитической обстановки, возникшей после кризиса вокруг Украины. Это знак США в том, что Россия и Китай берут курс на военно-политическое сотрудничество. Проведение учений говорит о возможности выхода, если не сразу, то в ближайшее время на серьезные военно-политические договоренности. А уже в середине июля текущего года в Японском море состоятся военно-морские учения России и Индии. Индра-2014. По мнению наблюдателей, это наглядно демонстрирует, что Москва планомерно укрепляет военное сотрудничество не только с Китаем, но и с другими государствами Азии. И это неудивительно. Экономический потенциал азиатского региона сейчас весьма привлекателен. Географическое положение выводит Россию на несколько больших региональных рынков. Район Тихого океана чрезвычайно перспективен в экономическом отношении. Объем торговли между Москвой и Пекином растет. По прогнозам, к 2020 году взаимный товарооборот должен вырасти до 200 миллиардов долларов. А взаимодействие Москвы и Пекина в области финансов направлено на то, чтобы обезопасить рубль и юань от колебаний курсов мировых валют. Теоретически возможна кооперация между набирающим обороты таможенным союзом под предводительством России и провозглашенным Си Цзиньпинем проектом экономического пояса Великого Шелкового пути. «Отношения между Россией и Китайской Народной Республикой продолжают успешно развиваться и вышли на принципиально новый уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Китай прочно занимает за собой позиции ведущего внешнедоргового партнера России». Пока проекты развиваются параллельно, однако уже сегодня просматриваются отдельные линии сотрудничества между Пекином и Москвой. Они касаются водных и гидроэнергетических проблем в регионе Центральной Азии. Сейчас сотрудничество в сфере энергетики расширяется между Россией и Ираном. Бахрейн также принял решение наращивать экономические связи с Москвой. Аналитики отмечают, эти шаги свидетельствуют о том, что западные санкции не могут удержать другие страны от расширения деловых связей с Российской Федерацией. При этом в Москве отмечают, что Россия не ставит вопрос «Восток или Запад». С Европой ее связывают давние партнерские отношения, которые она готова развивать. Но если западные страны ставят под угрозу экономические связи в угоду политическим вопросам, России есть куда перенаправить усилия, намекают в Кремле. Владимир Унанянц, РТВА. На Донбассе объявили о начале процесса национализации предприятий региона. Как заявил один из лидеров самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, это решение принято в связи с нежеланием региональных олигархов платить налоги в бюджет ДНР. По его мнению, отправка денег в Киев равносильно финансированию террора. Отказываются все крупные предприятия, принадлежащие местным олигархам, заявляют о том, что будут платить налоги в Киев, а не в Донецкую Народную Республику. Тем самым инициируют задержку пенсии, социальных выплат. А также, что самое страшное, финансируют фактически действия киевской хунты, которая убивает, продолжает убивать ежедневно наших соотечественников. Кушилин также осудил действия бизнесмена и самого богатого человека Украины Рената Ахметова, который накануне инициировал акцию промышленников против сепаратизма. В рамках протеста сегодня на стадионе Донбасс-Арена включили гудок мира, прозвучавший также на всех предприятиях области, принадлежащих Ахметову. На акцию под названием «За мирный Донбасс! За Донбасс без террора, оружие кровопролития» пришли несколько сот человек. В результате столкновения пассажирского и товарного поездов в Подмосковье есть погибшие и раненые. Инцидент произошел в Нарофоминском районе Московской области. Озвучены две версии произошедшего. По одной из них от грузового состава отсоединился контейнер, который задел пассажирский поезд. По другой причиной аварии стал лопнувший рельс, из-за которого 16 вагонов товарного поезда сошли из путей и произошло боковое столкновение с пассажирским поездом, следовавшим в Кишинев. На место крушения прибыли более 100 спасателей. Пострадавших доставляли в Москву вертолетами. По факту столкновения возбуждено уголовное дело. В Сербии и Боснии объявлен траур по погибшим в результате крупнейшего за последние 100 лет наводнения. Проливные дожди спровоцировали выходы рек из берегов. За три дня в регионе выпала трехмесячная норма осадков. Жертвами стихии стали несколько десятков человек. Тысячи были эвакуированы. Число пострадавших перевалило за миллион. К спасательной операции привлечены сотрудники экстренных служб из стран ЕС, России и США. Между тем, видеоэвакуации людей распространили военные из Словакии. На кадрах запечатлено спасение младенца в боснийском городе Шамоц. Солдат, спустившийся к затопленному дому на тросе, поднял ребенка на борт вертолета. Остальные члены семьи были эвакуированы позже. Что ж, на этом все о развитии событий в следующих выпусках у моих коллег. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok